Абрахам Грейс Мэрит Почти два месяца я провел на островах Даятор Каста, собирая материал для заключительных глав моей книги, посвященной флоре вулканических островов южной части Тихого океана. За день до своего отъезда я прибыл в порт Морсби, желая убедиться, что мои образцы в целости и сохранности доставлены на борт Сьюзерн Куин. И вот теперь, поддавшись ностальгии, я сидел на верхней палубе и меланхолически рисовал в своем воображении долгие лиги пути, отделяющие меня от Мельбурна, и еще более долгие, лежащие между мной и Нью-Йорком. Это были как раз те утренние часы, когда окрашенная в желтые тона земля Папуа предстает перед вами в своем самом удручающем виде и самом мрачном настроении. Небо затянуло охристая дымка, и казалось, что над островом витает полной скрытой угрозы угрюмый дух неумолимой враждебности, дожидаясь подходящего момента, чтобы спустить с цепи свои злобные силы. Можно было подумать, что это сама душа земли Папуа вылетела из ее неукротимого и зловещего сердца, зловещего даже тогда, когда она улыбается. Время от времени ветер доносил до меня дыхание девственных джунглей, напоенные непривычными ароматами, таинственными и угрожающими. В такие вот утренние часы кажется, что Папуа вкратчиво нашептывает вам о своем могуществе и о своей уходящей в незапамятные времена древности, и я, как положено каждому белому человеку, изо всех сил сопротивлялся ее чарам. Предаваясь этому занятию, я вдруг увидел высокого человека, размашистым шагом идущего по пирсу. За ним следом, покачиваясь под тяжестью нового чемодана, волочился мальчик из племени Капа-Капа. Что-то знакомое почудилось мне в этой высокой фигуре. Тем временем, подойдя к сходним, человек посмотрел мне прямо в лицо и, пристально вглядевшись, помахал рукой. И тут я узнал его. Это был доктор Д. Трок Мартин. Трок, как я всегда называл его, обладал на редкость одаренным незаурядным умом и могучим интеллектом, что не только для меня его старинного друга и приятеля, но, насколько мне было известно, и для доброго десятка других почитателей его таланта, служило источником постоянного вдохновения. В ту самую минуту, когда я признал своего старого друга, меня как громом поразило еще одно неожиданное и почему-то неприятное чувство. Да, это был Трок Мартин. Но в то же время, что-то в лице этого человека неуловимо искажало облик, который я так давно и хорошо знал. Незадолго до того, как я отправился путешествовать по этим краям, пожалуй, и месяца не прошло с того дня. Я встречался с ним на небольшой вечеринке, куда он сам же меня и пригласил. Всего несколько недель назад Трок Мартин женился на дочери профессора Уильяма Фрейзера, Эдит. Разница в возрасте по меньшей мере лет в 10 не мешала молодой женщине разделять интересы и увлечения супруга и отвечать ему такой же горячей, если это, конечно, возможно представить, любовью. Школа, которую Эдит прошла у своего отца, и пылкое искреннее сердце – вот два несомненных достоинства, сделавшие ее для мужа незаменимой помощницей и нежной возлюбленной. Я пользуюсь этим словом в том смысле, который в него вкладывали в прежние времена. Здесь и далее примечания автора. Вместе с доктором Чарли Стентоном и Торой Хальвинсон, эта женщина, шведка по национальности, растила Эдит с младенческого возраста. Они отправились на Каролинские острова исследовать Нанматал, необычайно интересную группу островных развалин, разбросанных вдоль восточного побережья Панапе, входящего в состав этих островов. Я знал, что Трок Мартин намеревался провести по меньшей мере год среди этих развалин и посетить не только Панапе, но и Лиле – два места, похожие друг на друга как братья-близнецы и представляющие из себя величайшую загадку человечества. Нам мало что известно об этой таинственной цивилизации, которая столетиями процветала задолго до того, как в Египте научились сеять хлеб. Немного об искусстве и почти ничего о науке. Трок Мартин повез с собой необычайно сложное экспедиционное снаряжение для работы, которую он собирался там выполнить, и которое, как он надеялся, увековечит его имя. Что же случилось? Что привело Трок Мартина в порт Морсби? С чем связаны те перемены, которые я почувствовал в нем? Поспешно спустившись на нижнюю палубу, я нашел его там, стоящим вместе с корабельным экономом. Не успел я и рта открыть, как Трок Мартин обернулся, остановив меня энергичным жестом руки. И вот тут-то я и увидел, в чем заключались так взволновавшие меня изменения. Он, конечно, понял по моему внезапному молчанию и потому, как я непроизвольно отшатнулся, какой сильный шок я испытал, увидев его вблизи. Глаза Трок Мартина расширились, он резко отвернулся от эконома, поколебался и затем торопливо пошел в свою каюту. «Э, какой странный, так? Сэр знает он хорошо?» – сказал эконом. «Похоже, вы его испугать!» Я промычал что-то невразумительное и неторопливо зашагал к своему месту на палубе. Я напряг все свои умственные способности и попытался сформулировать, что же именно в облике Трок Мартина заставило меня вздрогнуть, будто я внезапно наступил на змею. И тут до меня дошло, в чем было дело. Прежний Трок Мартин, которому накануне его рискованного путешествия едва лишь перевалило за 40, выглядел гибким, стройным и мускулистым человеком, энергичным и полным энтузиазма. Ярко выраженный интеллект и, я бы сказал, какое-то предвкушение исследовательского азарта определяли выражение лица Трок Мартина, на котором как в зеркале отражался его вечно взыскующий и вопрошающий ум. Но Трок Мартин, которого я только что увидел, казался совсем иным. Можно было подумать, что этому человеку довелось пережить чрезвычайно сильное чувство восторга и одновременно не менее сильное чувство страха. И на вершине испытанного глубочайшего потрясения, испепелившего дотла его душу, черты лица моего друга преобразились настолько, что являли теперь собой какую-то застывшую маску, в которой неразрывно сплелись выражения экстаза и отчаяния, как будто эти два в сущности совершенно несовместимых состояния посетили его, держась рука об руку, словно лучшие друзья, овладели им и удалились прочь, оставив навсегда на его челе неизгладимый след своего пребывания. Да, тут было от чего перепугаться, ибо невозможно даже представить, как могут сочетаться ужас и восторг, ад и небеса, как могут они соединить свои руки и уста. И тем не менее, именно эти чувства, слившиеся в жарком поцелуе, запечатлелись на лице Трок Мартина. Погрузившись в свои невеселые думы, я с невольной радостью следил за тем, как отступает назад береговая линия, приветствуя в душе первые порывы свежего ветра из открытого океана. Я надеялся, что увижусь с Трок Мартином за Лэнчем, и между тем, совершенно непостижимым образом, все сжималось у меня внутри при этой мысли. Но он не спустился к Лэнчу, и я с облегчением вздохнул, испытывая, впрочем, некоторое разочарование. Время после полудня я провел беспокойно слоняясь около каюты Трок Мартина, но он так и не появился. Признаться, у меня не было большого желания вызвать его самому. Не вышел он и к обеду. Быстро сгущались сумерки, и надвигалась ночь. Желая немного развеяться, я вышел на палубу и направился к шезлонгам. Сюзерн Куин покачивалась на беспокойных волнах, и я поспешил быстрее занять свое место. Плотная завеса облаков, слегка подсвеченная движущейся за тучами луной, закрывала небо. Море вокруг сильно флюоресцировало. Прямо на ходу движения парохода и по обеим его сторонам спорадически возникали те странные завихрения, которые иногда встречаются в южных широтах Тихого океана. На поверхности воды появлялись и тут же исчезали маленькие водовороты, будто бы где-то внизу дышали морские чудовища. Внезапно дверь на палубу отворилась, и в темном проеме показалась фигура Трок Мартина. Он нерешительно постоял, обводя небо каким-то странным, пристальным и алчным взглядом, потом, помедлив, закрыл за собой дверь. «Трок!» – позвал я. «Идите сюда!» «Это я, Гудвин!» Он направился ко мне. «Трок!» – сказал я, не тратя времени напрасно на пустые разговоры. «Что-то случилось? Могу я помочь вам?» Я почувствовал, как он весь напрягся. «Я еду в Мельбурн, Гудвин!» – ответил он. «Мне нужно достать там кое-какие вещи. Они мне срочно понадобились. И еще мне нужны люди. Белые люди!» Трок Мартин внезапно замолчал. Приподнявшись с шезлонга, он глядел на север пристальным взором. Я проследил его взгляд и увидел, что далеко-далеко на очень большом расстоянии от нас сквозь тучи пробивается луна. Почти на самом горизонте можно было различить ее слабое отражение на гладкой, словно полированной поверхности моря. Издали казалось, что маленькое пятнышко света дрожит и пританцовывает. Тучи снова сошлись, и отражение пропало. Пароход полным ходом шел в южном направлении. Трок Мартин опустился в шезлонг. Он зажег дрожащими руками спичку, прикурил и затем с внезапной решимостью повернулся ко мне. «Гудвин!» Сказал он. «Мне нужна помощь. Нет на свете такого человека, который бы нуждался в помощи больше, чем я. Гудвин, вообразите, что вы вдруг оказались в другом мире, чужом и незнакомом, который страшит и пугает вас, и нет ничего ужаснее, чем его непонятные вам радости. И вот вы, чужестранец, находитесь там совершенно один. Вообразите себе этого человека, и тогда вы поймете, как необходима мне помощь». Он внезапно замолчал и выпрямился. Сигарета выпала у него из пальцев. Луна снова прорезалась сквозь тучи, на этот раз уже значительно ближе. Не более мили отделяла нас от неровного пятнышка света, который она отбрасывала на воду. За ним двигалась узкая полоска лунного света. Выглядело это так, словно гигантская светящаяся змея неуклонно двигалась на нас, нацелившись с самого края земли. Трок Мартин, увидев ее, окаменел словно поинтер перед найденным выводком птенцов. Волна пульсирующего ужаса прошла от него ко мне, но ужаса, смешанного с какой-то непередаваемой инфернальной радостью. Волна ударила в меня и пропала, а я, испытывая сладостную муку, так и продолжал дрожать. Наклонившись вперед, Трок Мартин впился глазами в лунную дорожку. Казалось, вся душа его сосредоточилась в этом взгляде. Дорожка придвигалась все ближе и ближе, до нее оставалось уже меньше полумили. Наш пароход летел как на крыльях, будто бы убегал от преследования. А за ним, рассекая волны потоком света, быстро и неотвратимо неслась лунная река. «Боже милосердный!» выдохнул Трок Мартин с такой страстной мольбой о помощи, какой мне еще никогда и ни от кого не приходилось слышать. А затем «Впервые я увидел это!» Лунная дорожка, отчетливо выделяясь в темноте, протянулась до самого горизонта. Облака над нашими головами разошлись, образуя узкий проход, как если бы раскрылись занавеси или раступились воды Красного моря, чтобы пропустить сонмище израильтян. С двух сторон поток лунного света обрамляли черные тени, отбрасываемые складками более высоких слоев облаков. А между темными и непрозрачными стенами, прямой как струна, играясь, искрясь и сверкая, быстро мчался сияющий поток лунного света. Я скорее почувствовал, нежели увидел, как далеко, казалось, неизмеримо далеко, что-то движется на поверхности сверкающего серебром потока. Сначала в поле зрения появилось более яркое, чем сама дорожка света, как бы сильно раскаленное пятно. Оно безостановочно двигалось в нашем направлении, стремительно неслось аполисцирующее туманное облачко. Казалось, что это летит как стрела какое-то крылатое существо. Мне смутно припомнилась даякская легенда о птице Акла, крылатом посланнике Будды. Перья ее сотканы из лунных лучей. Сердце – оживший опал. А крылья в полете вторят прозрачной кристальной музыке, издаваемой белыми звездами. Но страшный клюв этой птицы, говорит легенда, сделан из оледеневшего пламени, чтобы она терзала им души неверующих. Все быстрее приближалось к нам неведомое существо. И тут я услышал настойчивое и мелодичное позвякивание, словно бы кто-то исполнял пицциката на стеклянной скрипке. Такие кристально чистые нотки издавали бы бриллианты, превращенные в звуки. Сейчас это нечто уже достигло самого конца светлой дорожки, вплотную приблизившись к барьеру темноты, который все еще отделял наш пароход от края лунного потока. Оно билось об этот барьер, как птица бьется о прутье клетки. Оно кружилось и вертелось в сверкающих стройках воздуха, в водоворотах кружевного света, в спиралях оживших испарений. Странные и непонятные вспышки мелькали в нем, напоминая радужные переливы перламутровых бликов. Еще я заметил, что через него медленно перемещались ослепительно яркие искры и блестки, как будто существо втягивало их в себя и замывающих его лунных лучей. Все ближе и ближе подлетало оно, скользя по сверкающим волнам. Все тоньше становилось, сжимаясь, защищающая нас стена тени. Внутри туманности можно было отчетливо разглядеть ядро, некую сердцевину, в которой сконцентрировалось самое интенсивное свечение. Пронизанное прожилками, лучезарное пятно молочно-белого цвета кипело и бурлило, как живое, а над ним, в путанице вибрирующих и кружащихся вихрей и спиралей, виднелись семь светящихся огоньков. Невзирая на беспрестанное, но странным образом упорядоченное движение этой... этой штуки, огоньки висели над ней прочно и незыблемо. Их было семь этих светлячков, похожих на семь маленьких лун. Одна была окрашена в жемчужно-розовый цвет, другая – в нежный перламутрово-голубой, третья – в яркий шафранный цвет. У четвертой был тот изумрудный оттенок, который встречается в тропиках на отмелях около островов. Еще две имели мертвенно-белый и призрачно-аметистовый цвета, а последняя отливала серебром, словно летучая рыба, когда она в лунную ночь выпрыгивает из воды. Мелодичное позвякивание стало еще громче. Музыка вонзалась в уши ливнем крошечных наконечников острых стрел, заставляя сердце ликующе биться и замирать от отчаяния. Она подступала к горлу невероятным восторгом и сжимала его рукой бесконечной скорби. Заглушая хрустальные нотки, послышались какие-то бормочущие вскрики. Отчетливо различимые, в то же время они воспринимались как нечто абсолютно чужеродное нашему миру. Человеческое ухо могло воспринимать эти выкрики только после того, как мозг с помощью сознательных усилий переводил их в земные звуки. При этом у меня возникло странное двойственное ощущение, будто все мое существо с равно непреодолимой силой жаждет впитать в себя эти звуки и в то же самое время с ужасом отстраняется от них. Трок Мартин широким шагом устремился к борту палубы, повернувшись лицом к этому невероятному видению. Еще несколько ярдов отделяло его от края кормы. Крайняя степень блаженного экстаза и крайняя степень мучительной боли мирно уживались на его лице, немало не сопротивляясь друг другу. Сверхъестественным образом эти противоположные чувства слились в нечеловеческом облике, который не могло иметь ни одно из существ, созданных Богом, все глубже и глубже проникая ему в душу. Так, должно быть, выглядел сатана сразу после своего падения. Еще не утративший святости, еще созерцая небеса, он уже видит адскую бездну. А затем лунная дорожка мгновенно исчезла. На небо надвинулись тучи, словно их свела невидимая рука. Откуда-то с юга послышался рев штормового ветра. И как только исчезла луна, так сразу же исчезло и это странное видение. Пропало, как пропадает картинка на волшебном фонаре, если погасить в нем свечу. По звякиванию резко оборвалось, и воцарилась гробовая тишина. Такая тишина наступает после громового раската. И больше ничего, только тишина и непроглядная тьма. Дрожь сотрясла все мое тело, словно я уже стоял на самом краю бездны, и все же по чистой случайности избежал падения в пучину, где, по преданиям жителей Луизианы, прячется рыбак и ловит на удочку человеческие души. Трок Мартин, протянув руку, обнял меня. «Так я и думал», — сказал он. В его голосе появились новые интонации. Холодная уверенность пришла на смену тягостному ужасу перед неизвестностью. «Да, теперь я все понял. Пойдемте-ка ко мне в каюту, дружище. Потому что теперь, когда вы тоже это видели, я могу рассказать». Он заколебался. «Я смогу вам объяснить, что это было», — закончил Трок Мартин. Уходя с палубы, мы столкнулись в дверях с первым помощником капитана. Трок Мартин, постаравшись придать своему лицу более или менее нормальный вид, обратился к нему. «Надвигается шторм?» «Да», — ответил тот. «Похоже, что будет штормить на всем пути до Мельбурна». Трок Мартин вскинул голову, словно его осенила внезапная мысль. Он порывисто схватил за рукав помощника капитана. «Как вы думаете, облачная погода продержится?» Он замялся. «Ну, хотя бы три следующие ночи, а?» «И даже больше», — ответил моряк. «Благодарение Господу!» — вскричал Трок Мартин, и я подумал, что никогда еще не слышал в человеческом голосе столько надежды и облегчения, как сейчас. Моряк замер в удивлении. «Благодарение Господу!» — повторил он. «Благодарить? За что?» Не слушая его, Трок Мартин уже шел, направляясь к своей каюте. Я последовал было за ним, но помощник капитана остановил меня. «Ваш друг?» — спросил он удивленно. «Он болен?» «Это все море», — торопливо ответил я. «Он плохо переносит плавание. Пойду пригляжу за ним». Недоверие и сомнения отразились в его глазах, но я поспешил уйти, ибо теперь я знал, что Трок Мартин в самом деле болен, но эту болезнь не в силах был бы исцелить ни корабельный, ни любой другой врач на свете. Глава вторая «Умерли. Все умерли». Когда я вошел в каюту, Трок Мартин, уткнувшись лицом в ладони, сидел на краю койки. Пиджак он снял. «Трок!» — вскричал я. «Что это было? От чего вы сбежали? И где ваша жена? Стэнтон?» «Умерли!» — монотонным голосом проговорил он. «Умерли! Все умерли!» Я вздрогнул. «Все умерли!» — снова заговорил он. «Эдит, Стэнтон, Тора — все умерли. Или еще хуже?» И Эдит осталась в лунной заводе вместе с ними. «Их утащило то, что вы видели на лунной дорожке, то, что поставило клеймо на моем теле и теперь преследует меня». Он распахнул рубашку. «Вот, смотрите!» — сказал он. Кожа у него на груди, чуть повыше сердца, была необычайно белой, словно мел. Резко выделяясь на остальном, имеющем естественный цвет теле, белизна поясывала грудь Трок Мартина ровной лентой приблизительно около двух дюймов в ширину. «Вот, приложите сюда!» — сказал он, протягивая мне зажженную сигарету. Нахмурясь, Трок Мартин сделал повелительный жест, и я прижал тлеющий кончик сигареты к белой полосе. Трок Мартин даже не шелохнулся. Когда я убрал назад сигарету, на коже не осталось никаких следов ожога, а я не почувствовал характерного запаха паленого мяса. «Теперь пощупайте!» — снова скомандовал он. Я приложил ладонь к этому месту, оно леденило руку, как заиндивевший на морозе мрамор. Трок Мартин снова запахнул рубашку. «Две вещи вы видели!» — сказал он. «Нечто и его знак. И теперь, после всего увиденного, вы должны поверить моему рассказу. Гудвин, я снова повторяю вам, что моя жена умерла. Или хуже, нежели умерла. Я не знаю. Она стала добычей того, что вы видели. И то же самое произошло со Стентоном и Торой. Как? Слезы градом катились по его истрадавшемуся лицу. «Почему Господь допустил, чтобы оно завладело нами? Почему Бог позволил ему забрать мою Эдит?» — вскричал Трок Мартин с невыразимой горечью. «Или на свете есть вещи, которые сильнее Бога?» «Как вы думаете, Уолтер?» Я медлил с ответом. «Есть? Ну скажите». Он глядел на меня как безумный. «Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «Бог».» Я, наконец, сумел привести в порядок свои потрясенные чувства, чтобы ответить на его вопрос. «Если вы имеете в виду жажду познания, работать ради науки...» Он нетерпеливо отмахнулся от меня. «Наука», — сказал Трок Мартин. «Что такое наша наука против этого? Или по сравнению с наукой тех дьяволов, что сумели сделать это? Или смогли проложить дорогу, чтобы это могло войти в наш мир?» Усилием воли он взял себя в руки. «Гудвин», — сказал он. «Слыхали ли вы что-нибудь о развалинах, найденных на Каролинских островах? О гигантских мегалитических городах и гаванях Панапе и Леле, о Кусае, Руке, Хуголу и еще о нескольких десятках подобных им островов? И самое главное, знаете ли вы что-нибудь о Нанматалии и Металлониме? Про Металлоним я кое-что слышал и даже видел фотографии», — сказал я. «Это место называют, если я не ошибаюсь, затерянной Венецией Тихого океана. «Взгляните на эту карту», — сказал Трок Мартин, доставая лист бумаги. «Вот сделанная крестьянам схема», — продолжал он. «Гавани Металлонима и Нанматала. Видите прямоугольнички, помеченные словом «Нан-Танах»?» «Да», — ответил я. «Вот здесь», — продолжал он. «Под этими стенами находится лунная заводь и семь сверкающих огней, которые вызывают из заводи ее обитателя. Здесь находится алтарь и место поклонения неведомому божеству, тому, кто обитает в заводе. И там, в лунной заводе, вместе с ним теперь покоятся и Эдит, и Стентон, и Тора. «Обитатель лунной заводи?» — недоверчиво переспросил я. «Да, то нечто, что вы видели», — торжественно произнес Трок Мартин. Плотная лавина дождя обрушилась на дверь каюты, и сюзернкуин закачалась на вздымающихся волнах. Трок Мартин опять вздохнул, глубоко и облегченно, и, отдернув занавески, вперился взглядом в ночную тьму. Непроглядная чернота, казалось, подействовала на него благотворно. Во всяком случае, когда Трок Мартин снова сел, он был уже совершенно спокоен. «Во всем мире вы не найдете более удивительных развалин». Начал он издалека. Они занимают почти 50 островов и покрывают вместе со своими пересекающимися каналами и лагунами чуть ли не 12 квадратных миль. Кто построил эти сооружения? Никто не знает. Когда их построили? Века разделяют те времена, и память ныне живущих на Земле это уж точно. 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч лет прошло с тех пор, и последнее наиболее вероятно. Все эти острова Уолтер имеют правильную прямоугольную форму, а их берега хмурятся дамбами, сложенными из гигантских базальтовых блоков. Всю эту колоссальную работу проделали люди, жившие здесь в глубокой древности. Каждая внутренняя гавань встречает вас террасой, сложенной из таких же базальтовых блоков и приподнятой не меньше, чем на 6 футов над извилинами мелководных каналов. За стенами, на островах, скрываются сильно пострадавшие от времени развалины крепостей, дворцов, террас, пирамид, обширнейшие внутренние дворы, заваленные обломками. И все это такое старое, что кажется, сам ветшаешь на глазах, пока глядишь на эти развалины. Некогда в этих местах произошло сильное понижение уровня земли. Если выйти из гавани Металлонима и отойти на 3 мили в открытый океан, то под водой всего на расстоянии 20 футов можно увидеть вершины таких же монолитных сооружений и стен, как на островах. И все вокруг, обнесенные молом и пронизанные сетью каналов островки с их таинственными проглядывающими сквозь густые заросли резофора стенами, «Все это мертвым мертво. За долгие столетия эти места превратились в пустыню, и люди, живущие поблизости, остерегаются посещать без особой нужды эти острова. Вам, как ботанику, должны быть знакомы факты, говорящие о том, что в Тихом океане когда-то находился обширный континент. Исследования, которые я проводил на Яве, Пануа и в Ландроне, навели меня на мысль, что именно здесь-то и расположена эта тихоокеанская затерянная земля, подобная легендарной Атлантиде. Только в отличие от Атлантиды, она погибла не расколовшись на части от действий вулканических сил, а целиком опустившись на дно. Вы, должно быть, знаете, что некоторые ученые полагают, будто Азорские острова это последнее, что еще осталось на поверхности океана от самых высоких пиков Атлантиды. И по аналогии, я предположил, что Панапе и Лиле и все эти обнесенные молом острова точно такие же последние участки суши, медленно погружающиеся в воду западного материка. «Земля эта все еще тянется к солнцу, и там находятся останки разрушенных дворцов и священных храмов правителей той древней расы, у которой поднявшиеся воды Тихого океана отняли обитель их предков. Я надеялся, что, занявшись раскопками развалин, найду факты, подтверждающие мою правоту. Мы, моя жена и я, перед тем, как пожениться, пришли к единодушному решению проделать вместе эту грандиозную работу. И как только закончился наш медовый месяц, мы занялись подготовкой экспедиции. Стентон не меньше нас горел энтузиазмом. Наконец, в последних числах мая, как вам известно, мы отплыли навстречу исполнению моей заветной мечты. В Панапе мы столкнулись с неожиданными трудностями, когда стали набирать себе помощников для землекопных работ. Мне пришлось улещевать туземцев всевозможными способами, прежде чем удалось сколотить нужный отряд. У жителей Панапе удивительно мрачные поверья. Они населяют свои болота, леса, горы и побережья злобными духами. Эни. Так они называют их. И они боятся. Боятся до дрожи в коленках этих островов, покрытых развалинами. И того, что, как они думают, прячутся в этих развалинах. И теперь, Гудвин, я понимаю их. Как только туземцы узнавали, куда мы должны идти и сколько там пробудем, они отказывались наотрез. Некоторые все же соблазнились на наши условия с одной, впрочем, оговоркой. Я счел тогда ее не более чем данью предрассудкам. Что им позволят уйти на три ночи во время полнолуния. Великий Боже, почему мы не послушались их и не ушли вместе с ними? Трок Мартин задумался, потом, тяжело вздохнув, продолжал. Мы вошли в металлонимскую гавань. По левую сторону на расстоянии одной мили возвышался массивный прямоугольник острова. Вдоль каждой его стороны на сотни футов протянулись стены высотой уж никак не меньше сорока футов. Пока мы проплывали мимо этого места, туземцы молчали, бросая украдкой в ту сторону боязливые взгляды. Я знал, что их поведение связано с находящимися за этими стенами руинами. Они называют их нантанах – место хмурых стен. Наблюдая за примолкшими туземцами, я вспомнил описание крестьянам этого места. Как он натолкнулся на древние площади и четырехугольные дворы, окруженные каменной кладкой, поражающие воображение извилистые проходы и лабиринты мелководных каналов, мрачные громады каменных стен, маячившие за зелеными изгородями растений, гигантские баррикады. И как, под их призрачной сенью, моментально улетучилась веселость проводников и шумная болтовня замерла, превратившись в робкий шепот. Трок Мартин помолчал некоторое время. «Конечно, мне хотелось бы расположиться лагерем именно там», – спокойно продолжал он рассказ. Но я вскоре отказался от этой идеи. Туземцы ударились в панику, угрожая немедленно вернуться обратно. «Нет», – сказали они, – «слишком большой Эни живет там. Мы пойдем в любое другое место, только не туда». Наконец, мы выбрали для нашей базы остров под названием Ушентау. Он находился вблизи от облюбованного нами места и в то же время достаточно далеко, чтобы наши люди не возражали. Место было будто создано для лагерной стоянки, к тому же поблизости находился источник пресной воды. Мы разбили палатки, и через несколько дней работы уже шли полным ходом.